так ладно итак мы тема сегодняшняя груша вот первая же которая встретилась на участке номер 4 вот она так это молодая груша привитая на уссурийскую грушу это сварок значит это не шедевр это знаете как когда-то мы ездили как я ездил на запорожце на оке на старенькой японской этом самом автомобиле который приходилось чаще толкать уже разваливался вот это было так сказать заря автопрома сейчас конечно автомобили получше и сорта у меня сейчас конечно получше но сварок один из лучших сибирских сортов это произведение алтайских ученых вот они груши на молодом дереве они сладкие имеют легкую как бы сказать-то легкую чуть-чуть чуть-чуть такая кисловатость вот она молодом дереве они очень хороши крупные бывает 300 грамм бывает 400 грамм а потом с какого-то времени вот смотрите она как маточное дерево посмотрите сюда вот на ней все можно резать я уже срезал сотни черенков именно с молодого дерева вообще принципе это срезание черенков с молодого дерева почему-то всегда считалось плохо ссылки всегда на классиков а ссылки знаете какие а ссылки такие вот молодого дерева черенки на прививку брать нельзя у них еще большой разброс качеств не устоявшиеся вот и все это я махнул рукой и беру черенки потому что только они являются качества только с молодого дерева вот до этого возраста вот до этого все ну и само собой семена если это семечка у меня уже пошли первые заказы если вот с этой груши вон там они они уже где-то грамм по 150 еще два раза увеличится вот тут дерево ни разу не полито вот андрей подтвердить хоть раз поливали это дерево нет и вот получается что все таки они будут с полноценными семенами семян можно вырастить что еще такие груши но еще раз говорю это привито а то будет пожалуй еще покислее упор все таки будет то что и влияние по двое ментера и раз и второе это то что она сама по себе является имеет своих предках устоявскую грушу вот и в конце концов получается так что вряд ли семечко можно получить качественную грушу или не так законы менделя никто не отнимал вот генетики стоят намертво что в садоводстве законы менделя также действует и такие же безукоризненные как и в гороховодстве вот то что мичурин называл их гороховодами и получается что что же так делать то зачем тогда у меня эти семена выписывать а потому что ребята лучшего по двое не найти на этих деревьях вот видите она пережила эта груша привитая пережила где-то шесть или да где-то при но она мощно развивался где-то 6 7 лет он переросли смотрите практически двухметровые то есть она совсем молодая и вот получается что ее период как маточного дерева заканчивается а потом она будет просто давать семена семена уже не черенки а с них уже потом не возьмешь полноценное хоть нас учат что берем со взрослого дерева где взять чтобы взять взрослого дерева и он уже искалечить так нет чтобы она выбросила свежий просто а здесь сибирь и вот получается что качестве подвоя семена можно вырастить наряду с уссурийской груши еще и семена сварога и у него совместимость будет еще лучше с самыми культурными на свете грушами вот примерно это я хотел сказать ну раз тема груши вот это у нас краснеется ну-ка только сейчас увидел яблони покраснели так сегодня у нас ей так через три дня во время съемки если она состоится будет где-то примерно 30 июля вот вот груши молодые это так называемый маточный сад там подальше опять же яблони вована видите спросите какой сорт совсем памяти не держу пока бирка не ровно это помню вот справа не помню нет слева справа это медовая одна из самых сладких груш явно как я в жизни пробовал ну груша из груша сало как сало видите вот они такие на молодом дереве вот это первый урожай не впечатляет ничего вот эти груши попали под дичайшую засуху невероятно что получилось смотрите другой год вы бы через нее не увидели бы ничего а это приростом нет он вверху только одна верхушка дала там 30 сантиметров вот это влияние засухи но помирать не помрет никогда почему она привита у нее стержневый корень усулийская груша значит несмотря на молодость все таки до воды доставала ну пойдем дальше о что это я вижу память яковлева выглядит конечно в этом году бледно прошлом году в это время плоды были два раза крупнее ну что делать но вы немножко дальше тоже черники не возьмешь выдели вот все приросты вот все приросты вот это грустное открытие то что я сейчас увидел идем дальше мы что-то с грушами на абрикосов не обращаю внимание абрикос как абрикосы снова память яковлева пока они вот такие вот видите они все равно будут сладкие сейчас видите сырая земля в первую неделю когда хоть было пару дождей таких сказать не проливных ну хотя бы сантиметров на 10 почву промочили и не сей пустой все по-прежнему но случайно попалась яблони а знаете какая вот что за чудо я никогда не брезгал полу культурками это фонарик тоже редкость как ни странно так но это что за красавцы у нас такие плоды есть у квинти их иногда будет трудно отличить вот еще у нескольких сортов я оказывается научился разбираться в канадских сортах я его привез с украины вот с сучи сука с листья насада просто от хорошего человека а меня мордой выжили за все от науки перебрали себе я долго вспоминал где у меня от науки сорта и вспомнил только один и тут живет абрикос который у соседа через забор на него любуюсь калитка забита так хочу я пришел к абрикосу мы же грушами занимаемся так так еще и умудрился яблони показать а больше он тут груши нету так видите это шедевр ну пусть в этом году они мелкие они знать какого размера вот такие красавцы невероятные вот в них есть как что-то общее с этим с мелбой но все-таки они круглее я долго разбирался чтобы не дай бог не попутать то есть мелба это тоже канада красная мелба но она канады-то канады а всегда хочется враг хорошего это еще лучше если поговорка лучше враг хорошего поэтому приходится пожадничать и дальше дальше производить а вот это сережина работа ну-ка 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 причем тут груши да опять яблони а какая хороша да смотрите ну-ка видели хороша смотрим ой ты боже мой железо все увольняюсь все неважно все учителя все белый налив не узнал ё-моё ну что вырезать или пусть будет видя шутки белый налив белый налив господи какой я уже столько лет у него не было сейчас есть только два молодых дерева вот это третье те всего на три года старше и вы знаете чем хороши у меня же говорю не лекция рассказы приезжает с ростова целая семья друзей а у меня этот белый налив было дерево причем они были сразу а вот эти тоже они немножко пройдет время у них же по двое это сибирка и вот получается что она начинает окрашиваться и ко времени созревания это еще не скоро она станет намного краснее и получается такие вегетативный гибрид необыкновенной красоты вот и вот он мне говорит ростовчанин ел вот эти же самые для нас это ну как как запородцы как как жигули вот рядом с мерселесом и друг всех заявлять в жизни вкуснее ничего не ел когда у меня количество южан значит что такое автопром едет шару или шары а это да отсюда где-то километров четыреста наверно крюк нет ведь не лень приехать хоть вы извините я не дозвонился или обзвонить не стал я решил посмотреть ваш сад и вот я их каждый раз угощаю 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 и все говорят что вкуснее не ели потом наступило мое время мой триумф среди мошенников вот последнее письмо наверное я потом сяду процитирую его вот ну не называемый фамилий почему потому что дошло до того что я вас интригую дошло до того что сейчас тонны 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 сотни ящиков узбекских яблонь груш персиков абрикосов выдают за железовские я не удержусь я вам процитирую последнее письмо но вначале посмотрю что это такое видите яблоки начали падать вот и мне стало интересно что это такое я отстаю от жизни я тебе хорошо что квинти узнал а то бы совсем опозорился но я не узнал белый налив я железов который первые десять лет гордился что мне белый налив растет но это как мы первые сели на на это знаете примерно восемь втором году на риске один из моих рабочих получил и радовался как ребенок получил как как и называется это получил талон на запорожец и радовался ездил на нем вот и вот тогда это была вершина чудо это потом нет ниточку так ну все понятно это если бирки нет но уже не белый налив он посреди начинает окрашиваться надо будет у серёжи спросить вот все таки найду этикетка то отвалилась может она где-то в другом месте присобачена о ой нашел от любопытства же умру и вы умрете аркад аркад все теперь понятно ну я так и думал что аркад но слух боялся сказать вдруг опять опозорюсь так сейчас смотрим на сколько там вообще зарядка моргает значит то письмо я процитирую может быть завтра письмо от человека я в на слух процитирую который написал что вот покупал у ну мягко говоря не русских продукции что он профессор что к нему гости приезжает очень очень серьезный профессор из петербурга и он уже распробовал мои фрукты которыми он это которые он покупал на трассе абакан черногорск так или абакан минусин где-то в этом районе вот там есть какой-то пятачок я там ни разу не было то бы пошел морды бить хотя другой человек они мошенники но они меня как бы это железовский железовского хозяйства железова вот это вот свежайшее письмо еще месяца не прошло но ведь это началось и 5-10 лет назад хозяйство железово железовского вот обмануты уже время от времени да мы ели но эти у них прекрасные фрукты у этих самых у они не мошенники им приходится обманывать почему люди давно знают что эти самые тут надо бы остановиться надо ставлюсь возле какой-то красивого дерева вот что люди уже знают разницу между отравленными красивыми плодами а наши всегда были некрасивые ну вы же видели сейчас только белый налив вот посмотрите видите видите да хорошо под руку попался вот ну сказать что-то шедевр увидели какие американские фрукты или хотя бы сорта американские но выращивать день голландии огромный тетям на бордовая с ребрами все эти голдены golden delicious golden это самый господи уже столько названий я их уже восприжил у себя а потом слава пошла и и теперь я самый главный авторитет ум ну не мошенниками иначе не продать и вот под эту марку под железово продают тонны тонны продукции ну вот то самое письмо процитировал своими словами почему потому что моргает 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 пока я дойду до беседки пока я начну читать он просто отключится вот ну чтобы пока все равно моргает но работает ну давайте еще походим вот так вот когда-то с моей помощью с моих косточек в моей методике вот это все будет во всех садах россии потому что это один крайность вот с моей технологии это все можно продвигать и продвигать и продвигать вот хожу топчу свою продукцию этих свою продукцию можно все это продвигать на север на юг на восток и на запад даже на более влажный запад ну что еще не отключился тогда вот сюда заглянем сюда заглянем я бы сюда не дохожу я переживал что все это упадет до приезда телеканала да нет пожалуй нет вот единственное что здесь 5 деревьев уже упали полностью уже упали так ночью сейчас сильно я не расстраиваюсь это говорит о том что сильно мы сильно мы постарались так что даже перестарались вот еще не отключился тогда я скажу ребята когда у вас как у меня отсохнет вот такая вот ветка не вздумайте повторять за этими кавычках специалистами не режьте тут не отрезать ее целиком оставляйте пень ах там будет дупло будет лет через 15 проверял у меня уже 148 лет сибирские садоводчики вот не вздумайте вот эту комете это самая главная защита не вздумайте лезть сюда с ножом не вырезать не замазывать не не мазать дерьмом коровьем вон они улыбки на улице коровьи лепешки я должен все это вырезать ножом глупость страшная обидно и тогда она сама заживет и вас будут точь такие же как на этой ветке плоды то есть такие же или лучше вот один из способов моих заключается в том что я научился и учу других укрупнять плоды когда-то они были ну сейчас скажу какими вот это все не шутки есть дескобилов турсон полот завлаб абаканское института правда же на пенсии можно улучшать можно можно вот сколько внученых молодых привозил никому не интересно почему идут такие люди в науку а потом дадут тему можно всю жизнь скрещивать вот ежа с ужом вот получать километр колючей проволоки но самое главное что рядом новое садоводство но но никак не продвигается вот сколько раз я прошу пожалуйста сделать и новую тему они должны быть основаны на прививкой даже вот это вот дерево до жердель вот две почки с украины дали вот это за один год а уже 23 ведра рекорд был ждем новый рекорд вы знаете почему я в показе вот вам кажется много то 10 20 ведер где то есть уже а теперь посмотрите наверх на него такое ощущение что с него еще ни одного не упала видите пусть еще раз показываю вот а посмотрите какие у этих косточек еще и папы видите как это конечно я не буду сюда когда они упадут смешивать с это это будет чистый рекорд я для этого и жду московский телеканал вот и вот эти плюс это и где дети должны дать улучшенные плоды но это по принцип такой какой вырастет такой вырастет делать из этого продолжение опять еще пересев еще по колени еще не надо вот надо было мне вот это привить еще не отключился вот они две почки выросли да вот это надо было привить и вот этот надо было привить в этом году мельче себя в три раза это академик вот он и теперь супружеская пара готова что вырастет то вырастет тут продолжение требуется а здесь просто молодых таких деревьев берутся черенки вот они видите молодых и деревья вот он молодой академик вот он вот держу рукой вот берутся вот эти черенки манчжурцы берутся ох еще одна упала все туда не пойду сейчас просто первую же манчжурцу подойду если съемка сама не остановится от того что обесточились батарейки вот он манчжурец да и обратите внимание это еще один сукуруг там мы видели это важнейший момент это важнейшее наблюдение пусть виде бессвязного разговора с той стороны академик с этой стороны манчжурец посередине жердель это юг украины он терпит такую сырость невероятную уж имели не знать херсонский район береславский ой херсонского вот береславский район вот откуда он пришел а вот этот дальний восток они прожив в одном саду неужели успею сказать прожив в одном саду вот стали супругами вот тот видите с той стороны видно краснеет это тот самый академик а вот еще один академик там два ряда а с той стороны еще королевский и вот этот самый вот он красавец видите и уже уже наш жердель принимает уже другую форму почему это называю ветром надуло это мой своеобразный но он все таки не научный термин иногда из-за этого схлопатываю и сейчас схлопачу за слово ветром надуло есть вполне слово научное теле гоня вот она тоже считается неприлично те кто занимается разведением тех же карасей знают кошек знают вот пустите вольер допустим какого-нибудь кабелька с улицы и сразу скажете что телегония существует а вот здесь она якобы не существует вот а плоды меняются причем не потом все сыном дереве вот и они приобретают друг у друга взаимное качество один как тот дал морозостойкость жердели с украины а этот супер минус 50 выдерживать манчжуриц даже форму поменял носиком обзавелся вот как академик ну и так далее ну что заканчиваем что-то я разговорился и вообще мне с вами некогда леса точить я готовлюсь к приезду телеканала до свидания друзья что успел то сказал смех генн 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 генн